Рапортом вот такого образца может быть абсолютно любое количество игл между нашими блоками. Блок состоит из трех игл, две иглы в заднем нерабочем положении, то есть одна сзади, вторая работает, одна сзади, три работают, одна сзади, одна работает, одна сзади, три работают. То есть получается одна, три, одна, три. Смысл в том, что мы перевиваем между собой, делаем простую косу, перевитие между двумя иглами, стоящими вокруг одной с двумя иглами в заднем нерабочем положении. Рапорт может быть абсолютно любым Я выбрала вот такой, как наиболее ажурный Мы просто берем две иголочки Снимаем с них петли И перевиваем Не забудьте поставить петли на те же иглы, с которых вы сняли Не те, которые стоят сзади, а на рабочие Здесь одну пропускаем, через одну делаем то же самое Среднюю иголку лучше выдвинуть вперед, иначе с нее слетает петля И еще этот рисунок вяжется на очень свободной плотности Иначе вам просто не хватит длины петли, чтобы ее одеть на такую дать То есть перевивать надо очень далеко стоящие иголки Управляем все, вяжем 4 ряда 4 это тоже оптимальное такое количество Можно вязать больше, но больше это будет уже очень так Не четко, не такой четкий рисунок будет Он будет попроще Когда между перевитиями слишком большое количество рядов Видите, как тяжело идет Перевитие 1, 2, 3, 4 Перевивали Вот эти вот две группы Теперь берем между ними То есть это просто перевитие Как простая коса Вариант косы Так, выдвигаем вперед, чтобы не слетело И переменяем местами петли на иглах Все, самый простой вариант Но очень эффектный И если вязать так свободненько, достаточно рыхло То вяжется очень быстро Учитывая, что здесь сплошные ажуры Сплошные петли в заднем нерабочем положении Рыхлое вязание Вяжется очень-очень быстро Переодели Поставим все в рабочем положении Иглы, которые стоят у нас в заднем нерабочем положении Они весь рисунок там так и стоят Их мы никуда не трогаем Работаем только с теми петлями на иглах Которые стоят в рабочем положении Четыре ряда И опять начинаем перевивать петли на иглах Которые мы делали вначале Вот две иголочки Самое главное, чтобы вот эти дорожки Которые у меня идут в заднем нерабочем положении Они так там и оставались Рисунок очень простой И в то же время эффектный Там, кстати, перевитие дает очень интересный результат Самое главное здесь свободная плотность Потому что, видите, иголки даже собираются друг к другу поближе Стягиваются Это несмотря на то, что нить достаточно Ну, не толстая, скажем так И стоит восьмая плотность То есть обычно я этим акрилом вяжу на пятой-шестой плотности Здесь я вяжу на восьмой И все равно стягивается вязание Ну, вот такая ажурная вязка Она предполагает свободу Достаточно приличную И четыре ряда и так далее вяжем Просто меняем местами Петли по очереди Получается, в таком шахматном порядке мы меняем Местами иголки Вот такой интересный рисунок Ажурный и красивый Между этими иголочками, блоками, которые мы меняем Может быть не три иглы, а больше Но тогда рисунок будет попроще немножко Вот такой рисунок Он наиболее ажурный Наиболее красивый Может быть, любое количество игол Может быть, и вязать будет легче Если меньше перевитий будет Смотрите, это все зависит от того Какая у вас пряжа И какое натяжение нити выдержит ваша машинка Но вообще, такое перевитие Должна выдержать абсолютно любая машина Главное, подвесить на нее хорошие грузики Чтобы вот эти петли не слетали То есть